СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА В физкультурно-оздоровительном комплексе нашего города прошел волейбольный турнир, посвященный юбилею Александра Степанова. Александр Викторович – фигура для угличского волейбола, можно сказать, легендарная. Более 40 лет он работает в угличском пид-колледже, возглавляя все эти годы студенческие и городские команды и воспитав немало хороших игроков, сильных профессионалов и просто замечательных людей. А в этот день в «ФОКе» в круговом турнире сошлись три команды, посвящая свою игру блестящему тренеру. В этом году Степану Александровичу у нас 70 лет. В честь этого мы решили все дружно провести ему турнир, пригласить команду «Большого села». Он очень давно с ними общается, они уже друзья. Команда выпускников, кого он обучал, кого он выпускал. Ну и действующая команда сборная города, которую тоже он воспитывал. Так вот, просто, чтобы это учесть уважение, ему показать, ему то, что научило нас. Сейчас получилось три команды, должно было четыре. Еще команда Тутаева, они тоже друзья, но у них получилась травма три человека. Из-за этого они не смогли прийти, приехать сюда, чтобы участие. Сегодня у нас соревнование просто дружеское. Товарищеские встречи, можно сказать, в честь юбилея. Несмотря на то, что турнир носил товарищеский характер, игры получились на редкость упорными. А юбиляр наблюдал за всеми перипетиями турнира очень внимательно, словно экзаменуя игроков. Сегодня 17 марта, день рождения мое. Вот ребята собрались, те, кто у меня занимался, и решили провести турнир в этот день. Я сам к этому такого участия не принимал. А ребята подошли ко мне и сказали, чтобы я был здесь срочно, и мы проводим турнир в честь вашего юбилея. Вот я здесь. И они вот, видите, проводят. Проводят хорошо, играют хорошо. В каждой команде есть мои ученики. Каждый, даже большое село, и то есть у нас тот, кто заканчивал наше педагогическое. Начинал я работать с самого начала. Был такой механический завод. Начинал инструктором там. Там была организована команда приличная. Волейболе. Потом проработал в пятой школе, там, три года. И потом уже перешел в педколледж. В педколледже работал, в УМАТТ работал. И опять сейчас в педколледже. Вот вся история. И на протяжении всего времени все время занимался волейболом. У меня и девчонки занимаются, и сейчас занимаются, и парни. Девчонки в этом году выиграли область, через область среди учебных заведений. Также они были победителями. Парни были четыре года подряд вторыми тоже в этих же соревнованиях. В итоге первое место заняла сборная Углича. На втором команда выпускников педагогического колледжа разных лет. И на третьем – гости из большого села. Во-первых, это волейбол. Это очень красивая игра. Я ее люблю с детства. Я занимаюсь ей уже более 40 лет. Так что, вот именно поэтому. Ну и, конечно, отношения, дружба. Вот это вот связывает нас, как говорится, между нашими муниципальными образованиями. Мы где-то делимся опытом, где-то соревнуемся. Мы находим общий язык. Мы сегодня приехали в высеченном, как говорится, составе. Многие не смогли, потому что у нас предвыборная компания. Многие работают в органах, которые сейчас находятся на избирательных участках дежуре. Так что, кто смог, кто не смог. А так-то у нас команда сильная. Мы буквально недавно, в прошлые выходные, привезли кубок из пашиохранения. Ну а в финале турнира, как и положено, состоялось награждение. Были определены лучшие игроки в каждой команде. И, конечно же, звучали поздравления, вручались подарки. А под сводами физкультурно-оздоровительного комплекса «Углича» эхом прокатилось дружное скандирование. Несколько последних лет не радовали нас юные шахматисты удачными выступлениями на областной и тем более на всероссийской аренах. Все начало меняться в этом сезоне с приходом, вернее, возвращением на должность руководителя шахматного клуба Марины Крыловой. И кропотливая работа тренеров уже приносит свои плоды. В течение трех дней с 9 по 11 марта в Ярославле проходило первенство области среди самых маленьких шахматистов до 9 лет. 54 юных поклонника древней игры из городов Ярославии с завидным непогодам упорством выявляли лучшего. Наш город представлял первоклассник 5-й средней общеобразовательной школы Семен Крылов. Первое участие в областном первенстве, как всегда, очень волнительное и незабываемое. Принесло очень хороший результат. По итогам турнира Семен набрал 6,5 очков из 9 возможных и поделил 4-е, 5-е места. И это, повторим, из 54 спортсменов. Марина Крыловна, ни для кого не секрет, что в последние годы поклонники шахмат в нашем городе изголодались по хорошим выступлениям. И не только на уровне федерации ЦФО, но и на уровне даже области. И вот это такой маленький успех, который вдохнул надежду в сердца поклонников. Расскажите, как так получилось? Ну, я могу сказать о том, что вот в этом году к нам пришел работать снова Владимир Николаевич Марин, вот в чем я очень, чему я очень рада. И вот действительно, вот он тоже вдохнул. Что он вдохнул? Он набрал группу, которая занимается почти вся до сих пор, эта группа, и все делают шаги. Вот у нас по воскресеньям турниры проходят, где играют дети, и играют в основном дети Шмарина. И они показывают успехи даже не только в этих турнирах, в белой ладье, хотя только начали заниматься многие из них. И поэтому вот мы сейчас приняли это решение, что поедет вот этот вот Семен Крылов на область до 9 лет. Мы не ездили последние года ни разу, вот пока тут я не работала, правда. И вот удачно получилось очень у него получилось у этого мальчишки. Но дело все в том, что мне нравится, как он занимается. Он научился думать. Вот из всех ребят, которые занимаются, даже взрослые, вот он думает во время партии. Это здорово. Потом еще у него есть такой творческий он работает. То есть он даже не знает толком дебютов, он работает творчески. Это тоже для маленьких очень важно. А в других, вы так хорошо о нем рассказываете, других юных шахматистов, которые приблизились к нему по уровню вот... Про наших? Про образование шахматных. А у нас их и нету пока вот таких вот. Потому что должны такие из школ давать, кто в школах занимается. Они не дают таких детей. Нету, да. Ну, вы можете прочить им большое будущее, если будут так же усердно заниматься? Ну, они вообще молодцы. У них родители вот тоже помогают ребенку. Что мама, что папа. Поэтому я считаю, тоже молодцы. Спасибо. И очень бы хотелось, чтобы вот получились дальше у него успехи. Чтобы он в летний период поездил по соревнованиям, а мы бы ему помогли финансово. Конечно, роль наставника в шахматах, да и в спорте вообще переоценить трудно. А Владимир Шмарин, сам не раз становившийся победителем областных соревнований, знает, как подобрать ключики к сердцу воспитанников. Как полюбить шахматы и постичь все премудрости древней игры. Меня Марина Николаевна, так сказать, пригласила, чтобы я с ними занимался. Потому что в шахматах у нас застой. Ну, вот последние 10 лет, как вот ушли последние дети талантливые у нас. Новые звездники не открывают. Да, да, да. Получилось так, что с ними занимаются. Ну, вот вы сами видите, что результатов никаких. Ну, а как вы открыли вот эту звездочку? Он сам пришел? Ну, парень, видно, сам заинтересовался шахматами. Сам он говорит, что его дедушка научил. Пришел к нам где-то уже в октябре. Это месяцев 5 прошло 5 месяцев. Мы с ним занимались. Но я смотрел, что по способностям вроде не выделялся. Это как и все. Кто-то бросает, а он постоянно ходил, постоянно занимался. Вот стремление его к шахматным занятиям. То есть целеустремленность, чтобы стержень внимания. Ну, я думаю, что да, вот. Задачки у меня всегда решают. Вот. И смотрю, как-то потянулся, потянулся. И мы решили отправить его. Посмотрим, что мы смогли что-то добиться сами. А вы не болеете, что вдруг неудача? Может быть, да. Ну, я и не рассчитывал на такой результат. У него плюс 6, так скажем, плюс 6 по шахматной терминологии. То есть плюс 4, извиняюсь. То есть 6 побед и 2 поражения. Я не думал, что он так выступит. Ну, я думал, хотя бы процентов 50, и то для нас будет большой такой успех. А тут, видимо, что-то у него уже произошло внутри. И он сам добился такого результата. Владимир Владимирович, от одного из специалистов, не скажу, что в кавычках специалистов, действительно, от одного из специалистов, я слышал такую фразу, что, мол, шахматисты Ярославля и Рыбинска далеко оставили наш Углич позади. Мы уже безнадежно отстали. Вы развеяли, это миф, да, по-вашему? То есть можно их догнать и перегнать даже, и побороться за призовые места. Ну, если взять с маленьких, вот с маленьких, вот, что у Семенов, то да. А если взять где-нибудь большие классы, ну, класс седьмой, восьмой, то это, да, уже нам не догнать, потому что нету, так скажем, смены поколений, нет, вот они должны, уж ходит поколение, новое подтягиваться. Это пропасть, они, да, я согласен с этим, ну, вот, надо с маленьких. Сейчас заниматься усиленно, в основном, на самых маленьких. А вы видите, как дальше работать вот с вот этими малышами? То есть они же будут расти, им надо уровень знаний преподать уже совсем другой, вы знаете? Ну, это, ну, конечно, ну, хотя бы, если будет меня побеждать, то уже я ему не нужен, я не нужен буду ему. Но пока еще никак. У нас своя с Семеном задача и своя методика, не будем ее сейчас рассказывать всем. Ну что ж, мне остается пожелать только успеха вам, Семену быстрого прогрессирования, ну, и вам как тренеру побольше таких воспитанников. Спасибо. Ну, а сам герой нашего сюжета упорно сопротивлялся более старшим соперникам в одном из турниров нашего шахматного клуба. Но на интервью охотно согласился. Я Семен Крылов. Учусь в пятой школе. Первый глаз Г. Как учишься? Хорошо. Ты первый раз в жизни поехал на такой большой представительный областной турнир. Ты можешь рассказать, как там было, поделиться впечатлениями? Ну, там было очень много людей. Ну, ты увидел много людей, разволновался, наверное. Да. Ты для себя цель какую-то поставил или вот просто играл, а играл? Вообще-то я вот хочу стать чемпионом области. Угу. И первый шаг в своей мечте ты сделал, да? Да. С ребятами из каких городов тебе довелось играть? Из Ярославля, Рыбинск, а вот других я не знаю. Ну, Ярославль, Рыбинск – это города, которые гораздо больше углича. Да. И тебя не смущало то, что это большие города, что ребята, наверное, лучше тебя подготовлены? Или ты был уверен в себе? Я был уверен в себе. И когда уже начинались партии, ты садился за стол, волнения вот того первоначального не было? Нет, нет, не было. Расскажи свою первую партию. Ты выиграл? Ничья была. Тебя воодушевило? Ты как считаешь, это хорошо, плохо или можно было бы лучше? Можно было бы лучше. Я там просто напротачил один ход. Из этого ничья, да? Да. А вторая? Третья? Вторую я выиграл, третью проиграл. Потом еще на другой день мы опять с папой поехали в Ярославль. На второй день всех выиграл. А в третий день два выигрыша и один проигрыш. Еще поедешь на такие турниры? Да, хочу на такие турниры ездить. И побеждать, наверное? Да. Ну что ж, пожелаем тебе этого. Занимайся трудолюбиво, усердно, упорно. С успеха началась настоящая шахматная жизнь юного спортсмена. Пожелаем же ему дальнейших успехов и скорейших новых побед. В Московской области прошло большое спортивное событие, которое организаторы превратили в настоящий праздник. Финал первенства Центрального федерального округа среди юношей 2006 года рождения. Сборную Ярославской области представляли спортсмены углической детско-юношеской спортивной школы под руководством Марины Приказчиковой вместе со сверстниковой из Ростова. Мы играли в селе Покровском, там Усобласть, там пансионат, там очень много соревнований, проходят три больших зала. Питание, шведский стол, трехразовое питание. Дети были довольны, все понравилось. Условия были четырехместные номера с душем, с туалетом, с телевизором. А какая-то экскурсионка была, программа? Нет. То есть чисто играли? Чисто, да. Сколько раз в день? По одной игре или сколько? Нет, один день мы играли по две игры. Проиграв один матч и два выиграв, наши ребята вышли в финальную часть турнира со второго места. А чтобы попасть в четверку сильнейших, предстояла игра с воронежцами, которые в прошлом году в финале подобных соревнований обыграли угличан. И эту игру подопечной Марины Приказчиковой выиграли. Мы готовились и знали, что мы будем в лидерах, так как в том году мы играли в финале с командой Воронежа, и в финале им уступили 9 очков. А в этом году вы у них победили, да? А в этом году за выход в четверку, в одну четвертую, пришлось нам с ними снова встретиться. Команда очень интересная и сильная, очень много высоких игроков, но мы настроились, мы подготовились, мы снимали видео, потому что была онлайн-трансляция, просмотрели мы их комбинации, посмотрели их пятерки и были готовы. Они не удивились, что в том году выиграли, а в этом проиграли? Удивились, тренер был очень расстроен, и он уехал в этом году с пятым местом. А вообще с тренером других команд вы как-то обсуждаете ход турнира, игры? Ну, общаетесь вообще? Наша команда была очень интересна для всех по простому принципу, что ее считали более подготовленной, потому что своими мальчишками я выступала два года по 2014. К 2004 году на открытом первенстве «Золотое кольцо». В полуфинале наша сборная сыграла с командой «Курска», обыграв ее с разницей в 19 очков – 58-39. Финальная игра наших земляков с командой из города Люберцы обещала быть суперинтересной и по накалу, и по мастерству игроков. Наши спортсмены сразу повели в счете, и соперники были повержены с итоговым счетом 56-40. Победа. Победа в Центральном федеральном округе. Сами ребята как эту победу восприняли? С самого финала они восприняли, как и должно быть. А вот игру с Воронежем, это вот самое сложное, за выход в четверку была самая сложная. Они радовались, это было и пиццу мы потом заказали, конечно, детей отблагодарили за их победу. Самая сложная игра была с Воронежем. Ну, если я понимаю, для этого возраста в России ЦФО – это высший уровень. Дальше соревнования не проводятся, да? Да, дальше соревнования не проводятся. Мы планируем попасть в Ейск в конце июня на фестиваль, который проводит Кириленко. Там 30 с лишним команд собираются по 2006 году. В том году, кстати, Воронеж и был победителем этих соревнований. Вот. Но места пока занят. И если что-то освободится, нашу команду как бы взяли на заметку, что ее пустят. Нет, курорка. Вот. А следующим этапом мы будем готовиться к первенству России на следующий год. 2018-19 год. По 2006 году. Сейчас мы вот с 28 по 1 апреля выезжаем в Орел на турнир по 2005-06 году рождения. А дальше 15 апреля по 22 апреля будет финал Центрального федерального округа в городе Воронеж, куда мы и планируем ехать. Ну, а сами герои этого турнира уже стараются забыть о своей победе и усердно готовятся к будущим стартам. Хотя, как такое забудешь? Приехали. Первым нашим соперником был Павловский посад. Ну, ожидали от них такой же игры, как в прошлом году, но оказалось, они стали сильнее. Проиграли. Сильно расстроились? Нет, не очень. Потому что понимали, что еще не все потеряно. Может, волнение было у Якова Капитана? Ну, честно, нет. И ребята не волновались? У других ребят у некоторых нет. Может, наоборот, недооценка какая-то присутствовала? Да. Думали, что не такой сильный соперник. Ну, и в то же время эта победа могла вас выбить из колеи, наверное. Первая игра, первое поражение не самому сильному сопернику. Вы как-то потом собрались или даже собираться не стоило? Вы уже были настроены. Мария Анатольевна нас подняла духом. Ну, она умеет. Вот и дальше что? Мы собрались. Победа над Воронежем была сложной. А дальше так уже. А самый простой матч был на этом турнире? Да. Матч против Видное. Города Видное. Московская была? Да. Там была разница в победе в 40 очков, что ли. А скажи, как капитану с такими командами трудно настраивать свой коллектив? Все расслабляются, говорят, да мы и так выиграем. Ну, мы со всеми командами. Вот если с Воронежем мы, ну, как бы, видя, что они в прошлом году нас обыграли, готовились к серьезному бою. Поэтому были собраны и победили. А тебя все ребята слушаются как капитана? Ты имеешь вес? Так-то да. А в Ростове ростовские парни? Да. Тоже, да? Ну, расскажи, кто из вас стал лучшими игроками? Лучшим игроком стал Афанасиев Улья. Он хорошо себя показал. Его поставили в пятерку с Ростовом, он сыгрался хорошо. Лучшим разыгрывающим стал Румянцев Артем. И лучшим центровым стал Тимофей Александров из Ростова. А сам-то почему не стал? Ну, не знаю. Не получилось? Не так. А конкурс штрафных бросков был? Нет, не было ничего. Ну, там бы ты себя показал, наверное, да? Да. Ярослав, мы гордимся вами, вашей командой. Спасибо. Первое место в ФО. Это все-таки не первое место даже в области, не первое место в районе. Мы надеемся и на дальнейшие успехи. И в твоем лице благодарим всю команду за прекрасную игру. Спасибо. Еще один праздник, который прошел на земле Подмосковья, назывался Всероссийский финал проекта «Мини-футбол в школу», в котором наравне с лучшими представителями этого вида спорта нашей Великой Родины получили право участвовать угличские девушки 2002-2003 годов рождения под руководством тренера Сергея Медведева. В прошлом выпуске мы уже рассказывали, как угличская команда, представлявшая среднюю школу номер 5, блестяще заняла первое место в Центральном федеральном округе и получила путевку в финал этих престижных соревнований. Вдумайтесь только в эти цифры. Около 15 тысяч школ России участвовали в этом проекте. Более полутора миллионов школьников попробовали себя в нем. Полтора миллиона. Не в обиду будет сказано другим видом спорта, но если взять все единоборства в нашей стране, столько участников и близко не будет. А в последние дни марта только 12 лучших команд сошлись в честной и бескомпромиссной борьбе, чтобы выявить лучшего. 12 из 15 тысяч. Угличанкам досталась так называемая группа смерти. Победительницы прошлого сезона Хабаровчанки, команды Москвы и Санкт-Петербурга, призеры прошлогодних соревнований спортсменки из Карачаева Черкесии. Первый и самый трудный матч с девушками из Хабаровска принес нелегкую победу 2-1. Далее по нарастающей победе, а в последней игре поражение от черкесок 1-3. И пусть со второго места в группе, но все же Углич прошел в полуфинал, где нашим девушкам противостояли Свердловчанки из Полевской средней школы номер 18. Игра получилась очень трудной. В одном из моментов Виктория Григорьева заработала пенальти и сама же его четко реализовала 1-0. Соперницы просто обрушили шквал атак на ворота Яны Лихомановой, но наш вратарь вместе с оборонительными порядками выстояла, а в конце матча все та же Григорьева удвоила счет. 2-0. Углич в финале. В прошлом сезоне воспитанницы Сергея Медведева заняли во всероссийском финале 3-е место. И вот финал 2018 года. Две лучшие команды страны. Одна – Ильиногорская школа номер 3 Нижегородской области, вторая – средняя общевразовательная школа номер 5 города Углича. Игра, что называется, от ножа, без права на ошибку. В конце матча нашим девушкам дважды представилась возможность забить мяч. Но, увы, волнение было так сильно, что ворота соперниц остались неприкосновенными. Впрочем, как и наши 0-0 пенальти. Давайте посмотрим эти волнительные моменты финального поединка всероссийских соревнований. Первыми бьют наши соперницы в воротах Яна Лихоманова. Смотрим. Вы все видели сами. В нашей команде отличились Софья Большакова и Алина Аборкина. Мы – чемпионы. Мы очень сильно волновались. Мы 4 года пытались добиться того, что добились сегодня. Мы все в шоке. У нас связаны разные. Как это получилось? Расскажите про сегодняшний день. Вышли бы со второго места, что, в принципе, уже давало, скажем так, бонусы вашим соперникам. Мы сыграли на мяне, у нас не стояло сложный пенальти. Но мы не построили забили. Мы проигрывали сначала по пенальти, и потом мы забили решающие голы. Мы стали четвергой в России. Алина, вопрос неприятный. Сама могла бы решить. Вам на блюдечке с голубой каемочкой выдали пас, левая ножка, вы потянулись правой. Как это произошло? Знаете, что на трибунах люди говорили, что вы и в конце еще не забили, по пустым воротам промахнулись. Люди говорят, футбольный бог есть. Я сказал, он ест, но победит сильнейший. Так и получилось. Когда шла бить пенальти с Катюшевым? Я не знаю. Ушло только тяжелости. И твердое намерение того, что нужно забить этот решающий гол, что было бы, что стали чемпионом. Потом было награждение, в котором принимали участие заместитель министра спорта России Марина Томилова, временно исполняющая обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, старший тренер национальной сборной России по мини-футболу Сергей Скорович, вратарь сборной России Георгий Замтарадзе и другие важные гости. А лучшим бомбардиром турнира стала наша Виктория Григорьева. 12 лучших команд из почти 15 тысяч школ России. Вот эти 12 лучших. Когда вы ехали все-таки, на что настраивались? По приезду мы приехали, нас разбили на две группы. Мы посмотрели команды, с которыми будем играть. В группе было по 6 команд в одной, в группе А, в группе Б было тоже 6 команд. Посмотрев команды, мы еще соперников, кроме города Хабаровска, не знали. Мы знали, что Хабаровск у нас чемпион России того года. То есть, как бы, вот знание только одной команды. Но, как бы, вот мы, когда с девчонками собрались, прежде чем начать соревновательный процесс в группе, поставили себе первую цель. Пройти в полуфинал. То есть, в группе занять место не ниже второго. И первая игра как раз в Хабаровском. Да, первая игра с Хабаровском показала, что мы в состоянии эту задачу выполнить. Игра сложилась непросто. Мы после первого тайма вели 2-0. И преимущество где-то было, можно сказать, на стороне Хабаровска. Но контратаками мы, как бы, удалось забить два гола. Всю цель мы в этой игре, цель и задачи мы выполнили. Я имею в виду, да, команды вот в этой игре был доволен. Остальные соперники, которые нас уже ждали, у них уровень, поглядев на дальнейшие игры, был послабее. И вы, в принципе, вы выиграли без, пускать без особых проблем, так нельзя. В финале все игры важны, и проблемы создаёт каждая команда. В последней игре группового турнира вы проиграли команде из Карачаева-Черкесии и заняли второе место в группе. Попадая тем самым в полуфинале на первую команду другой подгруппы. Этой командой оказалась Полевская школа Свердловской области. Как вы настраивали девчонок на эту игру? Я понял, что уже терять нам было, уже, как говорится, мы пробились второе место, добились полуфинала. И как бы вот в финальной игре у нас была только одна цель. Выиграть эту игру, как говорится, через не могу даже. Почему? Потому что в том году мы стали третьими призерами России. А в этой единственной игре мы могли бы, как говорится, решить все свои вопросы. То есть выигрывая в этой команде, мы уже как минимум были бы вторые. То есть уже результат как бы на шаг был выше. И все же начали этот матч, вы довольно скромно, я бы сказал, в первую половину первого тайма, со своей половины вы не уходили. Такая установка и тактика игры, игра чисто на контратаке. Но еще один самый важный вариант, все игры, которые мы проводили в группе, начинались у нас после обеда. А вот тут, вот эта игра, которая началась полуфинальная, она была с раннего утра. И, видимо, мы еще как бы не проснулись для того, чтобы, как говорится, быть такими бодрыми. И поэтому игра была очень осторожная. И потом, как говорится, цена вопроса в этой победе или поражении уже выводила нас. Или играть за третье место, или уже выйти в финал. Виктория Григорьевна очень неплохо себя в этой игре проявила. Сначала пенальти реализовала свой же, заработанный свой же пенальти. А потом забила сильным ударом и второй гол. В обороне вы неплохо сыграли. И все-таки, мне кажется, выигрывая полуфинальный матч, должно из-под вуль прийти маленькое успокоение. Да, уже вторые. Как вот сложно ли было настроить девчонок на последний, на финальный матч? Я видел, что вы за полчаса даже больше увели их в раздевалку. Там установку давали долгую. Что вы им говорили? Вы знаете, прежде чем я уводил их в раздевалку, там был еще один матч, который мы как бы здесь не рассказываем, где играла один из фаворитов команды Карачаева-Черкесия. Играла с командой города Нижнего Новгорода, Нижегородской области, Леногорск. Как бы фаворитом по всем, как говорится, и моим понятиям, и болельщики все отдавали победу команде Карачаева-Черкесии. Но посмотрев на эту игру, я имею в виду, что такое футбол женский. И произошла маленькая сенсация. Карачаева-Черкесия по пенальти проиграла. Соответственно, я уже видев своего свежего соперника, я уже, как говорится, настраивал команду именно на эту команду. Хотя предварительно мы раньше думали о том, что мы будем играть именно с командой Карачаева-Черкесии. Пришлось что-то перестраивать. Соответственно, финал вышел непростой. Забить у нас были микромоменты. Да, один там сто процентов был. Да, момент был, как говорится, момент, который мы могли использовать. Мы его не использовали, доигрались до 0-0-0. А тут уже лотерея. Я имею в виду, как уже не первый год, у нас показы, что лотерею мы эту, боженька, на нашей стороне не говорится. Соответственно, мы выиграли. Да, Яна Лихоманова неплохо себя проявила, и девчон, которые забили, тоже неплохо проявили. Ну что ж, вы показали себя единой цельной командой, и мы от всей души поздравляем. Я очень благодарен нашим девушкам, которые добились такого результата. Благодаря ихнему труду, стремлению. Я имею в виду, прийти к такому результату, я считаю, что такое бывает раз в жизни. Я имею в виду, добиться такого. Я большое благодарен, спасибо говорю вот этим девочкам, которые наши, которые добились такого результата. Большое им спасибо. Сергей Григорьевич, вы очень правильно сказали, такое бывает раз в жизни. Ну, может быть, у кого-то и два раза, но для углича это очень великая планка, это очень большое дело. Первое место во всероссийских соревнованиях, во всероссийских, первое место угличских девчонок во всей России. От всей души мы поздравляем вас, поздравляем ваших воспитанников, поздравляем всех, кто приложил к этому какую-то руку и часть своего сердца. Я думаю, ну, второй раз выиграть такие соревнования будет супер тяжело, супер сложно. Ну, как говорится, должен боженька поцеловать, да. Ну, и так вы сделали очень много. Сейчас будут у вас приемы, наверное, угловые, приемы в области. Вы много сделали для нашего футбола, для мини-футбола и для всего нашего любимого города Углича. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, наша команда поехала на этот выезд без трех основных игроков. И в итоге, продержавшись до середины матча, все же пропустила первой в меньшинстве сразу две шайбы и потом только догоняла соперника. Времени не хватило, забили меньше, чем пропустили. Четвертое место. Рыбинск на третьем. Впечатление очень хорошее. Поиграли, поборолись, учли предыдущие ошибки прошлых игр, поборолись у бортов, выиграли единоборство, выиграли игру. Знаешь, что запомнилось? Что в обороне ошибок почти не допускали. То есть строго сыграли в обороне. Это была такая установка? Да, установка была играть попроще, играли попроще. Максимально сосредоточенно не ошибаться. Каждый сыграл на своем месте, сыграл по-своему ответственно. Как бы, в принципе, друг друга и просили в раздевалке сыграть ответственно. Постараться не проигрывать единоборство, ни в углах, нигде. Поэтому вроде все собрались, настроились и отыграли хорошо. Поздравляем вас и желаем успехов в следующем специфике. Спасибо большое. Всего хорошего. И вас тоже. Конечно, будь в нашем городе условия хоть на немного ближе к Рыбинским, можно было бы бороться не только за третье место. Владимир Кайшев, тем не менее, сезоном остался доволен. Ну, наверное, надо сказать, что в этом сезоне нас в первую очередь порадовала погода. И мы очень долго и упорно играли в этом сезоне. И много сыграли игр на своем льду. Это и сказалось в первую очередь. Были со своим льдом, но мы оказались соперником достойного сопротивления. Ну, а в целом сезон получился, я считаю, удачным. Мы сыграли намного лучше, чем в прошлом году. Это показали наши результаты. И задача была выйти в четверку, что мы и сделали. Ну, немножко в полуфинале, как говорится, не получилось с игрой. Ну, и команда достойная Рыбинска. Поэтому мы довольны этим сезоном. Я рад, что команда дошла до конца. Боролись как смогли. Хотел бы нашим друзьям завершить словами одного из болельщиков. Когда последний матч на домашней арене был с командой «Эрклимат». Он сейчас бьется за первое место и наверняка выиграет этот матч. Он сказал, когда мы сказали 2-2, он сказал, ребята, спасибо вам за все. Мы ни одного матча на Угличском льду не проиграли. Спасибо. Почти 300 болельщиков приходили на наши игры. Это говорит только о том, что город Углич богат своей историей хоккейной. Если вот в таком городишке, ну, поселке, истории практически нет хоккейной, то Углич – это история. Мы были всегда, соперничали с Ярославлем и с Рыбинскими командами. И всегда пытались им дать бой. Я считаю, что они нас все уважают, поэтому и Ярославль, и Рыбинск, и Угличскую команду всегда уважают. За наши заслуги. Еще одно пожелание. Именно от болельщиков не прекращайте этим заниматься. Занимайтесь, вкладывайтесь, вкладывайтесь сами. Вы нужны нашему городу. Спасибо. Будем стараться и будем работать. Руководство ночной хоккейной лиги делает все возможное, чтобы подобные соревнования дошли до самых малых уголков области. На четверочку мы этот турнир провели. Я так считаю, что все хорошо. И что особо мне, например, понравилось и нравится, то, что появился новый каток в Некрасском, в котором мы сегодня проводим все финальные игры, все в одном месте, все сразу. Можно сказать так, что пока у нас никаких сенсаций не состоялось в нашем дивизионе, пока, как мы все предполагали, так все и складывается. Вы знаете, что вы можете сказать по этому матчу, по матчу за третье место? Углич – это единственная команда, которая не имеет своего искусственного льда. Тем не менее, вышла побороться, но не получилось. Сегодня проиграли. Что вы можете сказать? Ну, я к Угличу всегда отношусь с уважением. Это действительно команда, которая меньше всех тренируется на искусственных площадках, хорошо всегда играет дома. Вот в этом сезоне показала, на мой взгляд, очень хороший результат. Если в прошлом году команда выиграла Кубок Надежды, то сегодня имела вполне реальные шансы стать третьим в региональном этапе. Но, я думаю, в Угличе еще все впереди, и каток появится, и придет результат. В матче за Кубок Надежды, который в прошлом сезоне завоевали наши хоккеисты, спортсмены Переславля-Залесского уступили Ярославскому торпедо со счетом 2-3. У нас в городе существует ледовый дворец, который всеми правдами и неправдами, но существует с очень хорошим льдом, с очень хорошим приемом. И это отмечают многие команды. Что очень бы хотелось расстранить на другие города нашей области, в частности, Углич. Приехав в Углич, мы понимаем, что такой же город, как у нас, не имеет. Не имеет просто в своем активе коробки с закрытым помещением, с теплыми раздевалками, с душевыми кабинами. И просто хотел бы обратиться к руководству области и Углича. Помогите, ребята. Они давно это заслужили. Они давно уже играют на Кубок области, на Первенство области и все остальное. Это люди болеют, человеческие болеют хоккеем. Поэтому им просто нужно хороший, нормальный дворец. Даже для того, чтобы они приводили туда своих сыновей, дочерей, внуков и внучек. А в финальном матче сезона сошлись лидеры Ярославский Ярклимат и РЦ Автодизель. Ожидаемо победил Ярклимат, а внимание всех болельщиков привлекла группа поддержки этой команды. Меня зовут Арина Изотова. Я дочка одного из игрока команды Олега Изотова из команды Ярклимат. Я езжу на его игры всегда. Стараюсь всегда ездить. Единственное, я езжу только на поздние игры, так как они заканчиваются поздно. Живем мы в разных местах. В том числе приехала на финал. Нас попросили выступить здесь. Я являюсь участницей группы поддержки. Ради своего отца, ради любимой команды, которую я очень сильно полюбила, мы здесь. Мы сначала танцевали, как видите, в майках Ярклимат. А потом просто поддерживаем, кричим, стараемся взбодрить парней. А вы со всеми игроками из команды знакомы? Нет. К большому сожалению, мой отец перешел из дивизиона 18 в 40+. И я сейчас отсюда очень мало кого знаю. Ну вы стараетесь, да? Да. А как у вас вообще то, что происходит сейчас здесь? Ну, игра очень напряженная, я считаю. Команда очень сильная. Что Ярклимат, что РЦ Автодизель. Не знаю даже, кто победит. Но я, конечно же, уверена, что победит Ярклимат. Ярклимат, как уже отмечалось, выиграл и получил путевку на всероссийский финал, который пройдет в мае в Сочи. А у нас сезон завершен. Каким будет следующий, зависит от многих факторов. И, конечно, все мы надеемся, что строительство дворца с искусственным льдом не за горами. И это все, дорогие друзья, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. А мне, автору и ведущему спортивной панорамы Роману Желтову, остается только напомнить нашим партнерам, как обычно, была аптечная сеть Фитофарм. Фитофарм сегодня и всегда для вас. Это широкий ассортимент лекарств, ортопедия, оптика, а также редкие дорогостоящие препараты. Фитофарм на страже вашего здоровья. И на этом я с вами прощаюсь с пожеланием всего самого доброго и наилучшего. И, конечно же, не забывайте заниматься спортом. Продолжение следует...